Ребят, всем категорически привет! Это Андрей Гавриков и это очередные записки нумизмата. Сегодня мы с вами посмотрим много всякой разной экзотики. Будет Африка, Азия, Восток, Океане немножечко будет там. Буквально может быть одна монетка, две не знаю. Вот, Европа. Короче, разненькая, старенькая, новенькая. Будет даже Россия. Новинки относительно такие, которые уже там вышли там некоторое время назад, но до меня не только добрались. В общем, будет чего посмотреть. Напоминаю, что в Телеграме существует наш канал, гильдия коллекционеров. Нам там не хватает буквально 8 человек до 400. Срочно переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка под видео и ссылка в шапке канала. Тоже можно перейти и подписаться. Вот, у нас там не умолкают разговоры, диалоги, дискуссии, конструктивные споры касательно коллекционирования нумизматики, банистики, фалеристики, филателия и прочих всяких разных нестандартных штук. Вот у меня тут мой знакомый вступил буквально пару дней назад. У него коллекция часов наручных очень классная, советская. Тоже поделился фотографиями своих замечательных часиков. Вот, короче, коллекционеры всех стран объединяйтесь. Ладно, давайте, не буду тянуть, давайте вместе с вами посмотрим на те монеты, которые в этот раз запрыгнули ко мне в коллекцию. Погнали. Так, ну что ж, давайте начнем, начнем, наверное, с России. Что тут у нас интересненького есть? Смотрите, вот четыре этих десяточки двадцать третьего года. В обменчики ко мне пришли. Вот, города трудовой доблести. Новосибирск стоять. Какие они хорошенькие, когда новенькие, когда они не полежат, не потемнеют, не покроются пятнами. Прямо красота. Только что открывал, там смотрел некоторые свои монеты биметаллические. Просто лежали в зип-пакетиках, пошли пятнами. Караул. Качество вообще мега ужасное. Так, Новосибирск. Раз. Был там. Нижний Тагил. Два. Был там. Совершенно фантастический. Там находится музей, завод под открытым небом. Демидовский, если я не ошибаюсь. Просто, просто фантастика. Ребята, кто там будет? В Екатеринбург прилетите, выделите день, сгоняйте в Нижний Тагил. Посмотрите. Это фантастическое место. Так, дальше. Новокузнецк. Тоже был. Тоже шикарная природа. Там рядом есть Батчатский карьер. Огромный угольный разрез. Я когда там был, там прямо на моих глазах взрыв породы произошел для этих белазиков, которые собирают их. Я аж упал на землю от страха. В прямом смысле слова. Вот. Так. И Нижний Новгород. Ну, конечно же, я там был и даже недалеко от него жил в детстве. В советское время он назывался Горький. А мы жили... Отец, собственно говоря, когда служил недалеко в Балахне там. Так. Вот такие у нас пополнения сейчас. Десяточек этих. Снимаю перчатки. Все. Больше тут испортить ничего руками нельзя. Нельзя. Вот. Еще, 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 еще. Вот, смотрите. 25-ка цветная. Юрия Никулина. Цирк. Все монеты, которые я здесь показываю, это все обмены. Покупок здесь нету. Вот. Если вдруг окажется, то я скажу, что это покупка. Так. Это все обмен. Я, как бы, не особо собираю цветы наши монеты, но для добивки, для суммы, чтобы было на что меняться. Почему бы и не взять, так сказать. Так. Хорошо. Давайте погоним дальше. Давайте начнем, наверное, с Европы. С Европы, с Европы, с Европы. Европа. Что у нас здесь есть интересненького? Ну, давайте вот начнем с таких монет. Тут часть у меня под обмен лучше сохран. Значит, Норвегия. Однушечка 72-го года. Это мне соратник при обмене положил. Бронзы в идеальном вообще сохране, под замену того, что у меня было. Хотя они у меня тоже были в идеальном сохране, но здесь мега приятная патина. Судя по всему, наборы. Это последний год чеканки. 72-й. Ну, вот этих типов. Очень прикольная. Посмотрите-ка я патина. Вообще вот такая матовая, глубокая. Прям кайфую. А у меня она такая, это, с блеском, с блеском, да, который еще здесь вот уже так запатинировался. Я себе решил вот эти оставить. Тем более, последний год чеканки. Символично. Символично. Вот еще пятерочка. Пять кун Хорватии. Тоже последний год чеканки. 22-й год. Я в Хорватии был в 21-м, по-моему, получается. Да, в 21-м. Вот. Вот тоже взял ванцы под замену, чтобы было, как говорится. Дальше. Андорра. Один динер. 83-й год. Ну, это, собственно говоря, коллекционная монета. Сувенир, наверное, да. Потому что, как мы с вами знаем, в Андорре вроде они в обороте нигде не ходят. Вот. Вот. Это чисто для коллекционеров делается. Вот. Но тоже забавная, интересная монетка. Ну, вот. Тем более, ну, когда мы говорим с вами про Андорру, ведь очень популярны у нас продажи вот эти вот там с животными-животными какие-то, да. Там эти монетки были, насколько я помню, у Андорры. Там они не очень дорого стоят. Ну, вот. Алюминиевый даже, если я не ошибаюсь. Сейчас я попробую ее срочно-срочно найти, дабы подтвердить свои слова. Да, да, да. Вот. Белка, глухарь. А, нет. Это вот, которая не те, не те. А, ну, вот. Да, 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 да. Короче, я запутался. Я запутался. А, нет, не запутался. Да, вот это вспомнил. Перенейская серна Андорра, да, алюминиевая. Вот. Эти копеечные недорогие монеты. Вот. Тоже есть. Но это чисто продукт для коллекционеров. Дальше. Смотрите. Бельгия 1 франк 912 года. Такой крепкий XF, VF+, не знаю, серебришка. Пришла она мне в состоянии более плачевном. Вся в пятнышках была. Но, как мы с вами знаем, серебро чистить очень просто и без сильных повреждений. Вот. Вот. И Баден 1 крейцер 1862 года. В таком VF, VF-. Ну, опять же, менялся я монетами. Не покупал. За это денег не платил. Мой обменный фонд большой. Для меня это выгодно. Вот взял в таком сохране. Знаю, что можно найти лучше, но... Чё поделать. Обмен есть обмен. Там я другие монетки выменял. Основные в этом обмене. Так. Дальше, 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 дальше. Давайте к казахам тогда переступим. Хотя, прежде чем к казахам пойдем к таджикам, значит, вот 25 дирам 2006 года. Монетка, ну, как сказать, нередкая, да, как бы, вот. Но интересно, в каком плане. В том плане, что это магнитик, да. То есть, это вот магнитная монетка. Не суперчастая. Ванц такая монетка стоит что-то в районе там 300 рублей, если покупать. Вот. Ну, мне она досталась, опять же, вот в обмене. То есть, опять, я тут за это ничего не платил. Вот. Вот. Поэтому, вот, как-то так. Дальше, 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 дальше. Казахстан, 50 сенге 2003 года. Вот у меня этой монетки не было. Интересная, хорошая. Унцовочка. Мохамбет, 200 лет, я так понимаю. Вот. Вообще, монеты Казахстана я буду, насмотревшись нашей гильдии коллекционеров, скорее всего, переносить в капсулы. Ну, и, кстати, российские монеты тоже. Потому что, когда я собрал вот этот чап, я понимаю, что кроме как капсулы их хранить больше негде. Иначе они там все сгниют, зацветут. Вот. И, скорее всего, вот начну я с казахов. Они уж очень красиво выглядят. У нас коллега в гильдии коллекционеров выкладывал, как он их хранит. И ребята тоже украинские монеты показывали, как хранят в капсулах, в альбомах Лектурм. Очень красиво это выглядит. Вот. Буду это тоже со временем делать. Сейчас он у меня еще под рукой 6 альбомов, по которым надо монеты разложить. Так. И вот 50 сенге 2010 года. Это вот обряды, да, насколько я понимаю. Это вот штука, которая сверху на юртах находится у казахов, у кыргызов. Вот. Тоже классная, замечательная монетка. Тоже идет ко мне в коллекцию. А так у меня уже в пути новинки Казахстана, последние. Вот. Тоже скоро буду снимать по ним видео. Так. Давайте, наверное, поговорим про немножечко Америку. Про Америку. Чего тут у нас есть американского интересного такого? Начнем. Начнем. Пожалуй, 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 что-нибудь вот такого. Вот с такого начнем. Давайте. Значит, взял-взял-взял под замену один Астраль аргентинский в идеальном сохране, алюминиевый, неушатанный. Вот. Ну, сильно на нем задерживаться не будем. В Боливии 50 цента 80-го года. Ну, обещанная на что будет унцовка. Казалось, и на XF в обороте была. Ну, гораздо лучше того сохрана, который у меня была на самом деле. Поэтому, ладно, пойдет. Дальше. Канада. Канада 1 доллар. Это вот свежачок. Ну, относительно уже 22-й год. Я думаю, что канадцы такие ребята резвые, что, наверное, уже и в 23-м что-то успели отчеканить. Вот. Это Оскар Питерсон монета называется. Канадский, видите, музыкант. Как я понимаю. Да, 23-й год уже тоже у них, конечно же, вышел. Ну, вот. И вторая монета Оскар и Питерсон, видите, цветная. Канадцы очень любят делать цветные монетки. Вот. Интересная. Приятненькая. Красивая. Вот это прямо очень-очень-очень для меня неожиданная монета. Когда я увидел их в обмене, я так думаю, блин, ничего себе. Они, оказывается, делают еще и юбилейку. Я про это не знал. Надо срочно взять. И всего юбилейных монет действительно этой страны вот с период 80-й по 2013-й при королеве Беатрикс. Уже сразу некоторые задумались, что это не этот Нидерланды. Но это Нидерландские Антильские острова. Да. Вышло всего 5 юбилейных монет. Значит, вот это пятачок. 5 гульденов 2013-го года. Флаг Кюрасау называется. Вот. Изображение монаршей пары. И флаг снизу. Видите? Тоже. Еще одна цветная монета в этом моем видео. Далее. 5 гульденов 2013-го года. 150 лет от мини-рабства. Вот так вот она выглядит. Вот. Монеты качественные, интересные. Такие, знаете, толстенькие. Приятно в руках их держать. Толщина 2,96. Почти 3 миллиметра. Вот. Тираж небольшой. Тираж, например, монеты с лагом 11 тысяч. Штук всего лишь. А вот от мини-рабства 25 тысяч. Ну, то есть, как видите, тиражи совсем небольшие. Вот. И мне эти монеты так понравились, что я, скорее всего, все остальные тоже попробую к себе в коллекцию дособрать. Вот. Выглядят они очень интересно. Правда, монетки, скажем, 2004-2005 года там есть. Они чуть-чуть другого форм-фактора. Они не с такими вот круглыми, с обрезанными вот эти внутри многоугольниками. Вот с такими восьмиугольниками. Такого там, к сожалению, нет уже. Ну, да ничего страшного. Так. И чего еще у нас там относится к Америкам? Вот такая вот Канада. Один центик. 1882 года. В крепком XF. Вот. Посмотрите, как выглядит. Чуть-чуть буквально затертые волосы. У Виктории. Вот. Ну, так как тема коллекционерная для меня это не основная. Вот. Меня она устроит и в таком сохране. Ну, и смотрите, очень приятная патина. Да. Вот такая вот шоколадная. Замечательная. Замечательная штука. Дальше. Австралия. 50 центов. 1882 года. Это мы уже к Австралии-Океане рванули. Вот. Это вот эти вот игры. У меня она была, если вы помните в видео. Но была ушатанная. Вот это уже унцовочка. Вот. И еще один приятный обмен. Кирибати. 1 доллар. 79 года. Вот. Очень, скажем, ну, нечастые монеты этой страны. Нет. Достать-то можно. В продаже все есть. Вот. Это пятая монета из десяти типов, которые существуют. Вот последнего периода. С 79 по 2017. Там. Когда-то они там чеканились. Наверное, еще и позже уже какие-то монеты выходили. Вот. Но это есть про регулярку. Вот. Прикольные. Мне нравятся необычные монетки. Поэтому потихонечку собираю. Как-нибудь. Соберу, наверное, полный комплект. Вот. Я что-то понял, что я давно не выкладывал видео с полными комплектами. Потому что куча обменов. И надо как-то будет заморочиться вам поснимать какие-то полные комплекты. Если это, кстати, надо, интересно, пишите в комментах. Буду я на этом тогда заморачиваться. Буду это делать. Так. Что еще? Что еще? Что еще вам тут показать? Что еще вам тут показать? Давайте пойдем, наверное, сюда. На Ближний Восток. На Ближний Восток. Пойдем на Ближний Восток. Значит, Сирия 5 пиастров. Если вы помните, я показывал старую Сирию уже. Вот. Она в то видео не вошла. Потому что у меня холдер не был нужного размера. Вот. Сохран очень достойный для этого года. Вот. Французская Сирия. 1933 год. Даже, видите, какие-то там остатки штемпельного блеска проскакивают местами. Вот. Я монетку ничем не чистил. Не буду. Она выглядит. А так замечательно. Сохран просто шикарнейший. Бахрейн. 10 филсов. 1965 года. У меня она была, но не в таком сохране. Здесь, видите, идеал. Взял себе ее. Вот. Некоторые тоже там пишут в комментариях там или что-то. Вот. Говорят, а нафига, Андрей, ты там вымениваешь монеты не в идеальном состоянии, если ты собираешь унцовки. Ну, да. Я их собираю. Но когда, знаете, происходит обмен с человеком. И там, условно говоря, там он выбрал на 3000 рублей у меня. Там из тех монет, которые прямо там мне супер-пупер нужны, там есть там на 2000 рублей. Вот. Я понимаю, что ну на оставшуюся тысячу могу взять монеты там не идеальные. XF или VF, если это даже старые какие-нибудь монеты там 80-х годов там. Потом доменяю. Да. То, что ванса, а стою, оно как бы всегда ценится, всегда пригодится. Дальше. Смотрите, Израиль, лиры 58-го года. Очень классная. Вот мне нравятся израильские монеты своим минимализмом и качеством прочеканки. Просто вот. Просто идеальнейше, красивейше. Вот. Шикарная, шикарная монета. Радует глаз. Так. Это вот одна Агора 80-го года. Ну, почти унцовка. Ну, не унцовка, к сожалению. Но у меня она в состоянии еще более худшем была. Поэтому взял ее под замену. А, вот тут, смотрите, прикол произошел. Значит, приехал я с Турцией же пару месяцев назад с семьей. Вот. И, ну, 23-й год попался мне. Вообще, там, монеты идеальные. Без оборотов. Вот только в магазине, там, их, видимо, распаковали. Я с собой несколько штук взял, конечно, привез. А потом на иконе смотрю, что оба-на. А это, оказывается, новый тип. Это новые монеты турецкие 23-го года. То есть, внешне, смотрите, она выглядит абсолютно так же, как и монеты, например, там, 22-го года, я не знаю, там, или там, 2009-го года. Но есть небольшая разница, ребят, у этих монет. Если мы говорим про монеты до 23-го года, то это монеты толщиной 1,9 миллиметра и весом 8,2 грамм. А вот эта, знаете, сколько весит? Она весит 6,6 грамм и толщина 1,5 миллиметра. И на горточке здесь надписи никаких нет. Да, то есть, если вот на монетах в предыдущий период, там есть надпись такая TSTS. Ну, по-русски TS, по-латыни TC. Вот, ну, это вот это TÜRKÜKÜMHREETTI или как там правильно. Ребята, кто знает тюркские языки, пожалуйста, простите за мое произношение. Вот, по-другому прочитать я это не могу. Ну, вот, облегчили. Не видите, в стране кризис финансов продолжается уже какой год. Экономят много на чем. Ну, и вот на монетах начали экономить. Есть еще информация, что полтиннички 50 курушей тоже облегчили, срезали. Вот, ну, это я узнаю уже буквально, наверное, через месяц опять в Турцию, когда полечу. Там это дело увижу. Так, вот это прямо шикарное пополнение. Ливан, полпиастра 41-го года. В идеальном сохране. Вот это, кстати, покупка была. Это я вас обманул. У меня вот есть покупок несколько штук. Да, сейчас покажу. Вот. Вот, у продавца на мешке, там, судя по всему, он то ли ролл, то ли какой-то мешочек у кого-то купил. Вот, в идеальном сохране было 20 штук. Я по этому поводу сразу несколько себе прикупил. Вот. Да, выглядят они стрёмно максимально. Но как отливали тогда во время войны, то и отливали. Значит, здесь что, смотрите у меня. Это монеты чисто под замену. Я тут перекладывал альбомы свои в новые листы. Загрустнул от качества Иордании. Полез, смотрите, смотрю. О, ура! На мешке появились ванцы, те, которых я не мог найти ни в Иордании, ни на мешке до этого. Значит, полдинара 96-го года. Вот. Ничего удивительного, как бы, монеты последних периодов, но вот в правильном сохране, так сказать, да, который радует глаз. Полдинара 97-го года. Это уже, видите, биметалл. И вот такая шикарная монета. Здесь были пальчики, кстати, еще чуть-чуть, там, немножечко видны их. Но я уже не стал тут химичить до конца. Вот. Лимпиноксом польским, там, 90% этих пальцев чистил. Больше я монету уже не стал химией мучить. Вот. И динарчик. Динарчик 97-го года. Тоже в идеальном сохране. Большая, приятная монетка. 32 миллиметра. Она, вот видите, в холдер 32 миллиметра влезла еле-еле. О, он же сколько здесь? 32 с половиной. И она вот прямо уж упирается в некоторые уголки. Ну, ладно. Дальше. Дальше, смотрите. В таком сохране монеты ко мне пришли под обмен. Опять же, это не основные монеты были в этом обмене. Южная Аравия 5 филс. Ну, это территория Йемена 64-го года. Ну, такой XF. Вот. Не идеальный. И 50 филс еще более грустная. Здесь они, видите, с этой стороны выглядят норм. Вот здесь есть вон забоинки. Забоинки по гурту. Вмятинки. Ну, вот. Ну, ладно. Пока такие пойдут. Там, дай бог, в Йемене тоже эта война закончится. И посмотрю сам, как это все дело выглядит. Так. Ирак 4 филса 38-го года. Тоже брал ее, докидывал к основным, точнее, монетам состояния. Как видите, такой вейф минус. Вот. Но монетка тоже интересная. Хоть и чищенная. Пускай пока полежит в таком сохране. А потом я ее кому-нибудь поменяю. Израиль. Один шекель. Пьет Форд. Вот эти, знаете, толстые монеты. Вот она. Смотрите, какая толстышка. Прикольная на ощупь. Поддержать приятно. И редчайшие из современнейших. Ну, не самые редкие. Это я уже приукрасил. Ну, очень редко тоже. Саудовская Аравия. 5 халалов. 2009 года. Вот. Ничего особенного в ней нет. Ну, вот реально ничего особенного в ней нет. Как бы, да. То есть, вот. 2009 год. 2009 год. Ну, вот. Но попробуйте ее найдите. Вот. Найдете. Будете молодцами. Алексей. Спасибо за обмен. Так. Это показали. Это показали. Это показали. Давайте Азию. Давайте Азию. Начнем вот с этой монетки. Она уже давно у меня лежит. Вот. Давно я все не могу вам ее никак показать. Это Корея. Это Корея. Вот. Это монеточка. Как видите, с каплей воды. Седьмая. Седьмой международный вводный форум. Она называется. Это монета. 2015 года. Вот. Больше в Юкоине после этой там юбилейки никакой не показано. Вот. Ну, хотя эта юбилейка, конечно же, есть. Вот. Тираж у нее небольшой. 20 тысяч. У нас она в России не дешевая. Вот. За границей на том же Бэе можно достать ее значительно дешевле. Но надо заморочиться. Надо заморочиться. Вот. Такая вот красотища. Далее. 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 Давайте что-нибудь. 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 Такое вам покажу. Ну, допустим, вот это. Так. 10 лари Мальди. 60-й год. Не суперчастая монета. В хорошем сохране XF. Соборота, скорее всего, чуть-чуть чищенная. Ну, вот. Но ничего. Вот. Пойдет. 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 Далее. Что еще тут у нас интересного есть? Есть у нас Гонконг. 50 центов. 51-го года в обмене пришли. Камня. Вот такие вот. Крепенькая XF. Прямо хорошая. Замечательная. Все четенько. Почти без чумазинок. Он есть небольшая. Хорошая, достойная монетка. Дальше. Сингапур взял под обмен в идеальном сохране. У меня значительно хуже она была. В самом Сингапуре, кстати, когда несколько месяцев назад был, что-то мне не особо там попадалась мелочевка. Хотя там какие-то монеты тоже попадались, но не так много. Вот. Но самое интересное, конечно, вот это. Сингапур. 5 долларов. Смотрите, как красота. 39,5 миллиметров холдер максимальный, который есть. Международный год семьи. Монеты Сингапура, которые с календарем. Там год быка, змеи там и так далее. Они в холдер эти не влазят. Потому что они там 40 миллиметров, насколько я помню. Дальше. Китай, значит, 1 юань 10-го года. Это гармония. По-моему, серия, насколько я помню, называется. Постепенно-постепенно я собираю их. И вот новиночка. Кролик. 2023 год. Кролик. Вот такой замечательный кролик. Такой же замечательный, но без татуировок. У меня живет в доме. И зовут ее Зефирка. Очень классное создание, скажу я вам. Так. И вот это тоже покупочка. Видите, я вас все-таки обманул. Были у меня покупки. Я что-то про это подзабыл. Тимур. 10 долларов. Предполагалось, что она будет в Ансе. Но она about. Он циркулит. Это потому что есть микроцарапинки. Видите, блеск он как бы везде присутствует. Но не такой вот как положено. Может быть просто из-за хранения она вот так выглядит. В целом-то хороший сохран. Вот. Приятный. Ну, самый лучший из тех, что был на мешке. Так. Окей. Окей, 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 окей. Давайте пойдем в Африку. Начнем, допустим, вот с Замби. То есть у меня все эти монеты были. Ну, тут у соратника был набор. Вот. И набором поменялись. Смотрите, что меня удивляет. Что самые такие достаточно редкие там десятки, двадцатки в идеальном сохране. Единички и двучки тоже. Хотя вот на двоечке он уже пятнышко есть. Вот посередине, который лежит пятачок, она явно из оборота. Посмотрите. Как такое могло оказаться, мне непонятно. Вроде как официальный набор. Но она у меня есть ванца. Ну, вот. Эти, по-моему, тоже он Совкин. Но десяток, двадцаток не было. Поэтому счастлив я и доволен. Этому обмену. Давайте вот это еще покажу. Каба Верда. Каба Верда. Каба Верда. Такая вот. Сорок лет чему-то. Там. Двести пятьдесят из Куды. В такой вот хорошей, качественной упаковке. Вот. Классная монетка. Вообще, ну, сказать, что монеты Каба Верда, это прямо супер-пупер какая-то редкость, не сказать. Они, причем, еще у них и в обороте. Как бы, да. Это сорок лет независимости монетам. Они у них в обороте. Вот те, которые монеты, особенно, 1994 года, самые популярные. И вот попадаются, конечно, в таком сохранении они. Просто, просто караул. Ты смотришь на это и думаешь, блин, что вы с этими монетами делали? Вы ими гвозди забивали там или что? Потому что выглядит просто максимально ужасно. Так. Ну, давайте здесь вот Африку возьму кусочек вот такой для начала. Танзания. Пять шиллингов восемь седьмого года. Такая красота. Двадцать шиллингов восемь шестого. Выменял. Ну, честно, не очень доволен. Потому что они иванцы у нас есть в количестве. Вот. Ну, тоже буду потом с кем-то меняться. Вот Мозамбик 10 и Скуда 70-го года португальского периода. Шикарный сохран. Ну, вот тоже, да. Про что я говорю. Это, конечно, сравнивать с серебром не надо. Ну, вот просто как здесь четенько ровненько все выглядит. И как здесь, это, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Пятьдесят митикалов Мозамбик, восемьдесят третий год. За год до моего рождения. Отчеканенная монетка. Хотя эти восемьдесят три и восемьдесят четыре, может быть, и в мой год. Мундиаль. Угу. Кубок. Нигерия Трипенса, смотрите, пятьдесят девятого года. В Сокрани в каком замечательном, а? Вот так-то. Сейчас некоторые товарищи, которые смотрят видео, вам привет. Вот. Пол Пенни пятьдесят девятого года. Зимбабве. Десяточка две тысячи первого года. Брал ее, насколько я помню, под замену. У меня там вообще ушата, наверное, была. Дальше, 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 дальше. Сомали десяточка, смотрите, шестьдесят седьмого. Не супер редкая, но приятная, в хорошем сохране. Дальше. Три монетки Либерии. Десятка. Я не чистил ее. Это Пруфовская с набора. Чуть-чуть, видите, мутная. Не буду чистить. Вот. Пусть будет пока такой, какая есть. Вот Пруфовский. И двадцать пять центов семьдесят четвертого года. Вот. Так вот она выглядит. И пятьдесят центов семьдесят пятого. Интересная история, конечно, этой страны Либерии, да, там, которая была создана американцами для рабов, которых они решили отправить назад, кто захотел вернуться на родину предков. Ну, это одна из самых бедных стран в Африке, насколько я знаю. Вот. Как-то так. Так. Дальше. Кения. Смотрите. Пять шиллингов девяносчетвертого года под замену того, что у меня было в отличном сохранчике. Дальше. Британская Восточная Африка. Пятерочка. Пятерочка. Шестьдесят третий год. Вот. Ну, нюанс. XF. Да, да, да. XF, он есть забои на гурте небольшие, но тоже нормально. Тогда обмены. Десятка шестьдесят четвертого. Видите, Анс. Штемпельный блеск чуть-чуть местами где-то уже сошел. Монета не редкая, часто встречается. Вот. Можно там и супер блески найти, но меня и такое устроить. Так. Кабо Верде. Опять Кабо Верде. Два с половиной скуда семьдесят седьмого года. Вот так вот выглядит. Так. Дальше, 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 дальше. Дальше движемся к Мадагаскару. Десятка семьдесят восьмого. Десятка семьдесят восьмого. Вот как-то так. Двадцатка семьдесят восьмого. здесь уже эти комбайны можно использовать на монетах белоруссия тракторы комбайна все положено и зомби 72 год менялся человеком оказалось что 69 они больше похоже но вся девятом там 69 год и надпись другая но тоже фаошная монета вот так что пойдет кукуруза дальше достаточно редкая достаточно редко это реально гвинея 25 биквели попробую выговорить называется в идеальном состоянии так и на улице эти волосы как они классно просматриваются на вообще товарища этого африканского красотища но и самое вкусное вот в этом видео это вот эта шайба ребятушки господину зензибарскому орку категорически привет спасибо за обмен тебя дорогой прямо держишься в руках и радуешься это кстати первой коллекции вот этот большой холдер нестандартного размера который вот очень очень классная монета давно тоже хотел вот как говорится мысли материализуются но опять же спасибо нашему замечательному клубу коллекционеров нашей гильдии надеюсь вам это видео было интересно полезно оставляйте ваш комментарий что понравилось что не понравилось напоминаю про гильдию коллекционеров ссылка здесь 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 да где угодно короче переходите по ней вступайте обменивайтесь общаетесь продавайте покупайте главное видеть себя хорошо вот ребят ладно все не буду затягивать увидимся в следующих видео всем спасибо пока пока на связи и мирного неба над головой